11 ноября в Праге Шкода официально представит Октавию четвертого поколения. Три машины в двухцветном кумфляже уже ездят по чешской столице и собирают лайки в соцсетях. Еще один автомобиль отправился в итальянскую Тоскану, чтобы трое художников из России, Чехии и Италии вдохновились местными пейзажами и образом самой Октавии. Для пресса же компания обнародовала дизайнерские рисунки. Похоже, что Октавия удивит нас горизонтальными фонарями с дополненными секциями на двери багажника, а в нижней части дверей появится рельефная выштамповка. Чуть позже в сети появилась фотография из онлайн-конфигуратора. Разумеется, сайта следы новинки быстро убрали. Затем настала очередь официально рассекретить часть технических подробностей. Со сменой поколений Октавия немного подрастет, сохранив прежний размер колесной базы. Лифтбэк и универсал теперь будут одинаковой длины. Аэродинамика улучшена качественно, а гамма моторов известна пока только для европейского рынка. Со старшими версиями двухлитровых моторов традиционно предлагается полный привод. Для бензиновых машин с преселективным роботом DSG доступна мягкая гибридная надстройка со стартер-генератором и компактной литиво-ионной батареей. Помимо этого в гамме будет и метановый вариант, и сразу два полноценных подзаряжаемых от розетки гибрида. В Европе заявлены три подвески – стандартная, спортивная и адаптивная. Исполнение для плохих дорог наверняка адресуют России. В списке оснащения заявлены матричные фары, проекционный экран, трехзонный климат-контроль, а также передние кресла с массажем и вентиляцией. Багажник вырастет, а задним пассажирам обещано больше места для ног. Интересно, что первый свет увидит именно универсал Octavia Combi, а Octavia Liftback Skoda представят на несколько недель позже. Субтитры создавал DimaTorzok